Глава шестая. Молодой пересадок. Большой монастырский колокол гудел и заливался, призывая сестер безмятежного пристанища к вечерней молитве и долгому праздничному всеночному бдению. По длинным дощатым мосткам, перекрещивавшим во всех направлениях монастырский двор и таким образом поддерживавшим при всякой погоде удобное сообщение между кельями и церковью, потянулись сестры. Много их было под началом матери Агнии. Лиза села у окна в теткиной спальне и глядела на проходившие мимо ее черные фигуры. Шли тихим солидным шагом пожилые монахини в таких шапках и таких же вуалях, как носила мать Агния и мать Манев. Прошли три еще более суровые фигуры в длинных мантиях, далеко воловшихся сзади длинными шлейфами. Шли также, чинно и потупив глаза в землю, молодые послушницы в черных остроконечных шапочках. Между последними было очень много молодых существ, в которых молодая жизнь жадно глядела сквозь опущенные глазки. На вы были впечатления, толпившиеся в головках Лизы и Жени, стоявшей тут же за креслом подруги и вместе с ней находившейся под странным влиянием монастырской суеты. Веселый звон колоколов, розовое вечернее небо, свежий воздух, пропитанный ароматом цветов, окружающих каждую келью. И эти черные фигуры, то сагбенные и закутанные в черные покрывала, то молодые и стройные, с миловидными личиками и потупленными глазами. Все это было нового для наших героинь, и все это располагало их к задумчивости и молчанию. Наконец, кончился третий трезвон, две молоденькие послушницы с большими книгами под руками шибко пробежали к церкви, а за дверью матери Агнии чистый молодой контральт произнес нараспев «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!» «Аминь!» — отвечала мать Агния, оканчивавшая прикалывание своего вуали. В дверь вошла молодая, очаровательно милая монахиня и, быстро подойдя к игумене, поцеловала ее руку. «Здравствуй, феоктиста! Посмотри-ка, аккуратно ли я закололась сзади!» «Хорошо везде, матушка!» — отвечала миловидная черница, внимательно осматривая игуменью. «Все готово? Уже начал положили. Ну, пойдем. Давай мантию!» Сестра феоктиста сняла со стены мантию и накинула ее на плечи игумени. Мать Агния была сурово величественна в этой длинной мантии. Даже самое лицо ее как-то преобразилось. Ничего на нем не было теперь, кроме сухости и равнодушия ко всему окружающему миру. «Ну, до свидания, дети!» — сказала она, подавая руки оставшимся у окна девушкам. «А мы разве не пойдем в церковь?» — спросила Лиза. «Как хотите. Вы устали, служба сегодня будет долгая, оставайтесь дома. Лучше пойдем и мы, постоим сколько нам захочется. Ну, хорошо. Позовите Марину и поправьтесь тут, а я сейчас пришлю за вами сестру феоктисту. Она вас проводит в церковь». По мосткам опустелого двора шла строгой поступью мать Агния, а за нею, держась несколько сзади ее левого плеча и потупив в землю прелестные голубые глазки, брела сестра феоктиста. «Ах, какая хорошенькая!» — сказала Лиза вслед прошедшим монахиням. «Чудо, что такое!» — подтвердила Гловацкая. «Это вы про сестру феоктисту, изволите говорить, барышня?» — вмешалась весноватая белица камерюнгфера матери Агнии. «Вот про эту монахиню», — ответила Гловацкая. «Это она и есть сестра феоктиста. Прихорошенькая. Эта барышня в миру красоту-то наблюдают, а здесь мы все равны, что феоктиста, что другая какая». «Давно она в монастыре?» «Третий год, матушка. Третий год овдовемши, как в монастырь пошла. Она ведь еще в Малом Пострии». «Что же она тут при тетушке?» — спросила Лиза. «Так, тетенька любят, чтобы она при них находилась. Адъютантом своим называют ее». «Разве она с тетушкой живет?» «Нет, у нее есть своя полкелья, а только когда в церковь или когда у тетеньки гости бывают, так уж сестра феоктиста при них». «Зачем же это?» «Ну, так тетеньке угодно». «Она знакома ли была тетушке прежде, что ли?» «Не могу вам про это доложить. Да нет, вряд ли, чтобы была знакома. Она ведь из простых, из города Брянского, из купецкой семьи». «Да простые такие купцы-то. Не то, чтобы как он наши губернские или московские. Совсем простого звания». «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!» Весноватая белица твердо возгласила «Аминь», и на пороге показалась сестра феоктиста. «Спаси вас, Господи и помилуй», «А мы еще не готовы совсем. Извините нас, пожалуйста». Сестра феоктиста ласково улыбнулась и сказала «Ничего-с, я посижу подожду». И она села на кончике дивана. «Много мирских в церкви?» – спросила сестру феоктисту, продолжавшая торчать здесь в белице. «Много. Яблоко упасть негле. Очень тесно в храме». «Пошлите, пожалуйста, нашу няню», – попросила Лиза белицу после чего-то ототча же вышла. Вслед за тем появилась Марина Абрамовна. Старуха, растопырив руки, несла в них только что выправленные утюгом белые платьица барышни и другие принадлежности их туалета. «Одевайтесь, матушки, а то к шапочному разбору придете», – говорила Марина Абрамовна, кладя на стол принесенные вещи. Девушки стали одеваться, няня помогала то той, то другой. «Дайте-ка я вам помогу», – сказала сестра феоктиста, положив в угол дивана свои четки. Девушки вежливо отклоняли ее услужливость. «Нет, что ж такое, я помогу, разве это трудно?» и сестра феоктиста, встряхнув белую крахмальную юбку, набросила ее на главатскую. «Благодарю, воздушка моя», – отвечала закрасневшись девушка и, обернувшись, поцеловала два раза молодую монахиню. А монахиня опять заворочалась на крахмаленных вещах и одевала жених в то же самое время, как Абрамовна снаряжала Лизу. «Как нынче манишки-то стали шить? Совсем как мужчинская рубашка», – говорила сестра феоктиста, оправляя надетую на жени манишку. «Вам нравится этот фасон?» «Нет, я так говорю, легче как будто, а то бывало у нас все шнурки да шнурочки. Вы давно в монастыре?» «Давно, а уж не помню когда», – отвечала смеясь феоктиста. «Три года уже». «И не скучно вам?» «О чем скучать?» «Спаси Господи и помилуй». Сестра феоктиста глубоко вздохнула и в середине двух юниц отправилась в церковь. В церкви была страшная давка и духота. Сестра феоктиста на силу провела Лизу с Женей вперед к решетке, окружавшей Абмон, и отошла к особенному возвышению, на котором неподвижно стояла строгая игуменья. Воздух в церкви все более и более сгущался от запаха жарко-горящих в огромном количестве восковых свеч, ладана и дыхание плотной толпы молящегося народа. Перед началом стихир мать Агния незаметно кивнула пальцем сестре феоктисте. Та подошла к ней, сделала поясной поклон и подставила ухо. Потом опять поклонилась тем же поясным поклоном и стала тихонько пробираться к нашим героиням. — Мать-игуменья беспокоится за вас, — шепнула она девушкам. — Они велели мне проводить вас домой. Вы устали. Вас Бог простит. Вам отдохнуть нужно. — Пойдемте, — также шепотом отвечали обе девушки и стали пробираться вслед за феоктистой к выходу. На дворе стояли густые сумерки. — Чаю напьетесь? — спросила сестра феоктиста, входя на крыльцо кельи. — По правде сказать, так всего более спать хочется, — отвечала Лиза. — Ну так Христос с вами, спите. Прощайте, Господь с вами. — А нет, зайдите, зайдите, — заговорили девушки. — Раздуйте самоварчик, — сказала, входя в сестра феоктист. — Ну, так спать, — добавила она, обратясь к девицам. — Лежать, сестра феоктиста, — отвечала Лиза. — Ну, ложитесь, покатайтесь, поваляйтесь, расправьте косточки, а я вам душепарочки волью. — Какая вы милая, — сказала Лиза и крепко в засос по-институтски поцеловала монахиню. — Чем так вам мила стала, голуби вы мои? — Раздевайтесь-ка да на постельку. Истомленные дорогой девушки начали спешно разоблачаться. — Где же лечь, — спросила Лиза. — На постель, мой ангел, тетушка так сказала, — отвечала сестра феоктиста. — Валимся, — проговорила Лиза и, забросив за уши свои кудри, упала на мягкую теткину постель. За ней с краю легла тихо Главацкая. — Ну и отлично, теперь я подам чайку. — Зачем же вы сами, сестра феоктиста? — Да что ж за беда, я сама напьюсь с вами. — Чаек подали, и девушки, облокотясь на подушечке, стали пить. Сестра феоктиста уселась на ногах, на кровати. Девушки, утомленные шестидневной дорогой, очень рады были мягкой постельки и не хотели чаю. Сестра феоктиста налила им по второй чашке, но эти чашки стояли нетронутые и стыли на столике. — Кушайте. — Не хочется, — отвечали обе девушки. — Ну, почивайте, всеночная еще не скоро кончится, часа полтора пройдет, почивайте, а я пойду. — Нет, посидите с нами, вы ведь тоже устали, там духота такая в церкви. — Сестра феоктиста, как вы думаете, можно покурить потихоньку? — Ох, не знаю, браво, да ведь никто не взойдет. — Не знаю. Лиза спрыгнула с кровати, зажгла папироску и села у печки. Не тянет что-то. — Труба верно закрыта от грома, я открою сейчас. Феоктиста открыла трубу. — Женя тоже покурила, и обе девушки снова улеглись. — Душно точно, голова так и кружится. — Да это ничего, Господь подкрепляет. — Я привыкла уж, — говорила феоктиста, продолжая прерванный разговор о церковной духоте. — Как вы успели привыкнуть так скоро? — спросила внимательно, глядя на сестру феоктисту Лиза. — Так привыкла, потому что здесь ведь хорошо. — Чем же хорошо? — Тихо так хорошо. — Вышла пауза. — И вы никогда не скучаете? — спросила женя. — Чего скучать? Надо Богу молиться, а не скучать. — Иногда против воли скучается. — Сестра феоктиста вздохнула. — Молитвой надо ограждать себя, — проговорила она тихо. — А если нельзя молиться? — спросила быстро Лиза. — Отчего нельзя? — А если неспокоен, расстроен, взволнован? — Тут-то и молиться. — Вы это на себе испытали когда-нибудь? — Конечно же, искушения тоже бывают большие и в монастыре. — Интриги? — Как изволите? — Интриги, говорю, есть. — Сплетни, ссоры, клеветы, — пояснила Лиза. — А, ну все надо перенесть. На то покаяние, на то монастырь. — А есть это все? — Как вам сказать, — отвечала феоктиста с самым простодушным выражением на своем добром, хорошеньком личике. — Бывает, враг смущает человека, все по слабости по нашей. Тут ведь не то, чтоб как со злости говорится или делается. — А все враг смущает, все по слабости нашей. — Вы зачем пошли в монастырь-то? — Как изволите, — переспросила сестра феоктиста, — Лиза повторила свой вопрос. — Ну так пошла, да и только. — Дурно вам было дома, что ли? — Ну так, муж помер, дитя померло, тятенька помер, я и пошла. — Разве никого больше не осталось у вас, и состояния никакого не было? — Нет, видите, — повернувшись лицом к Лизе и взяв ее за колено, начала сестра феоктиста. — Я ведь вот церковная, ну понимаете, православная, то есть по нашему, по русскому закону крещённая, но только тятенька мы жили в большой нужде. — Городок наш маленький, а тятенька на волю откупившись, тут домик в долг тоже купили, хотели трактирчик открыть, так как они были поваром, но не пошло. Только приказные судейские, когда придут, да и то все в долг больше, а помещики все на почтовую станцию заезжали. Так бывало, и плиты по неделе целой не разводим, но я уж была на возрасте, шестнадцатый годок мне шел, матери не было, братец в лакейской должности где-то в Петербурге, у важного лица, говорят, служит, только отцу они не помогали. Известно в этой столице самим им что, я думаю, нужно в большом доме-то. Феоктиста вздохнула и, помолчав, продолжала. — Женихов у нас мало, да и то все глядят на богатеньких, а мы же опять и в мещанство-то только приписались, да и бедность. Очень тятенька покойник обо мне печалился. Ну а тут, как через улицу от нас купцы жили, тоже недавно они в силу пошли, из мещан, только уж богатые были, всем торговали, солью, хлебом, железом, всяким, всяким товаром. — У нас ведь по нашему маленькому месту нет этих магазинов, все вместе всем торгуют. — Только были эти купцы-староверы, не нашего, значит, закона, попов к себе не принимают, все без попов. — Ну, как там, бог сам знает, как это сделалось, только этот купеческий сын Истифей Ефимыч вздумал ко мне присвататься. Из себя был какой-ведь молодец, всякая бы, то есть всякая-всякая у нас в городе-то за него пошла, но он ко мне сватался. В доме что-то у них из-за этого было, страсти божьи, как бывало, расскажут. Мать у него была почтенная старуха, древняя такая и строгая. Я-то тогда девчонка была, ничего этого не понимала. Не знаю, как там покойничек Истифей Ефимыч все с этой маменькой своей уладил, только так о спажинках прислали к тятеньке сватов. Ну, ну и выдали меня замуж. В церкви так в нашей венчали по-нашему, а тут я годочек всего-то один с мужем-то и пожила, да и овдовела. Дитя родилось, да и умерла. Все, как говорила вам. Тятенька тоже померли еще прежде. А вы в монастырь пошли? Да, пошла вот. А с мужем вы счастливы были? Известно, как замужем. Сама хорошо себя ведешь, так и тебе хорошо. Я уж мужа почитала, и он меня жалел. Только свекровь очень строгая была, страсти какие они были суровые. Обижала она вас? Нет, обиды, чтоб так не было. Все, разумеется, за веру мою, да за бедность сердились. Все мужа бывало упрекают, что взял неровню. Но мне мужа жаль, я бывало и заплачу. Вот из чего было все из моей дурости. Жарко каково, проговорила феоктиста, откинув с плеча крепого покрывал. Снимите шапку. И то. Феоктиста сняла бархатную шапку, и золотисто-русая коса, вырвавшись из-под сдерживавшей ее шапки, рассыпалась по черной рясь. Господи, какое великолепие, вскрикнула Лиза. Что это вы? Смотри, смотри, жени, какие волосы. Что это вы, что? Закрасневшись лепетала сестра феоктиста и протянула руку к только что снятой шапке. Но Лиза схватила ее за руки и, любуясь монахиней, несколько раз крепко ее поцеловала. Жени тоже не отказалась от этого удовольствия, и перегнув к себе стройный стан феоктисты, обе девушки с восторгом целовали ее своими свежими устами. Что это вы, опять пролепетала монахиня? Какая вы красавица, сестра феоктиста. Спаси, Господи, и помилуй, что это вам вздумалось. Искушение с вами с мирскими право. Сестра феоктиста набожно перекрестилась и добавила, ну так вот я вам уж доскажу. Вышедший замуж-то я затяжелела. Ну, брюхом-то мне того, то другого, смерть вот как хочется. А великий пост был у нас в доме так вот, словно в монастыре. А притч грибов ничего не варили. Да и то по середам и по пятницам, без масла. Маменька строго это соблюдала. А мне-то то икры захочется, то рыбы соленой, да так захочется, что вот просто душенька моя выходит. Я бывало это естифи Ефимовичу ночью скажу, а он днем припасет, пронесет мне в кармане. Как спать ляжем с ним, я пологом задернусь на кровати, да и ем. Грех это так есть-то, Богу помолившись, ну, а я уж никак стерпеть не могла. Брюхом это часто у женщин бывает. Ну и наказал же меня Господь за мои эти глупости. Феоктиста утерла слезы, наполнившие длинные ресницы ее больших голубых глаз, и продолжал. Самый страстной вторник задумалась мне про селянку с рыбой. Вот умираю, хочу селянку с севрюжинкой, да и только. Пришел муж из лавки, легли спать. Я ему это сказываю про свое ходение-то. Что ты, говорит, дура, какие дни? Люди теперь хлеба мало вкушают, а ты что задумала? Молись, говорит, больше все пройдет. А я вместо молитвы-то целовать его да упрашивать. Голубчик, говорю сокол, мол, ясный, и Стефий Ефимыч, уважь ты меня раз, а я тебя сто раз уважу. Пристаю к нему, ручки-ножки, говорю, тебе перецелую, только уважь, покорми ты меня селяночкой. Знала я, что как пристанешь к нему с лаской, беспременно он тебе сделает. Смотрю, точно уж говорит. Только как, говорит, пронести? Пронести никак нельзя. Это и правда. Рыбу там или икру можно как в кармане пронесть, а селянку жидкую никак нельзя. Так я это в горе и заснула. Утром гляжу, муж толкает меня под бок. Прибежи, говорит, часов в двенадцать в лавку. Я догадалась, опять-таки его расцеловала. Ох, боже мой, великая я грешница перед тобою. Жду не дождусь. Только пробило одиннадцать часов, я и стала надевать шубейку, чтобы к мужу-то идти. Да только что хотела поставить ногу на порог, а в двери наш молодец из лавки. Как есть полотно бледный. Что ты, говорю, Герасим? Спрашиваю его с маменькой, а он слова не выговорит. Что, мол, говорим, пожар, что ли? В окно так-то смотрим, а он глядел на нас. Да разом, как крикнет, хозяин, говорит, истифей, ифимич, потонули. Как потонули, где? К городничему, говорит, за реку чего-то пошли. Сказали, что коли Федосия Ивановна, это я-то, придет, чтобы его в чуланчике подождали. А тут, слышим, кричат на берегу. Обломился, обломился и потонул. Побегли. Ничего уж не видно, только дыра во льду и с водой сравнялась. А приступить нельзя, весь лед и струх. Ничего-то уж я уж не помню. Побегли к городничему, и городничий сам пришел. Он говорит, у меня не был, а был у повара, севрюги кусок принес. Просил селянку сварить. Это в трактир-то на станцию ему нельзя было идти. Далеко, да и боязно. Встретишь кого из своих. Он, мой голубчик-то, пошел у меня селяночку эту проклятую готовить к городническому повару. Да торопился на мост-то далеко, льдом хотел. Вот грех и случился. Во всем я перед всеми повинилась. Что тут только мне было, Боже мой Господи! Хуже меня по целому городу человека не ставили. И точно, что стоило. А уж свекровь бывала, как начнет, силы небесные, что только она говорила. И змея я, и блудница Вавилонская, сидящая при водах на звере-червлении. Чего только не говорила она с горя. Разумеется, мать больная ей была. Один сын только, и того лишилась. И не знаю я, как уж это все я только пережила. Только мне даже лучше было, что меня ругала маменька. А тут уж без покойника я родила девочку. Хорошенькая такая была, да через две недели померла. Как я не старалась маменьке угождать, все ж не могла ей угодить. Противно ей стало. Как ей в глаза она сейчас, иди, иди, еретица проклятая. Гонит меня, думала в тятенькин домик перейти, что он мне оставил. Маменька еще пуще осерчала. Развратничать, говорит, захотела. Полюбовников на свободе собирать хочется. Я и стала проситься в монастырь, да вот и живу. А домик ваш? Так свекровь его взяла. Мне тут пол кельи поставила. И ничего вам не дают? Нет, на что же мне? Я работаю. Мне разве много нужно? Зачем же вы ей отдали? Да пусть на что мне? Так оставила. И тут вам говорите хорошо. Хорошо, отвечаю. Молюсь, да работаю. Что ж мне? Конечно, иной раз. Что, скучно? Нет, спаси Господи, помилуй. Все вот за эту красоту-то, что вы говорите. Не то так-то выдумывают. Что ж, кому мешает ваша красота? Да так, не ж это по злобе. Так враг-то смущает. Он ведь в мире так не смущает. А здесь, где блюдутся, он тут и веридует. Вам жаль вашего мужа? Очень жаль. И где он, где тело-то его понесли, быстрые воды весенние? Молюсь я за него, а все не смолить мне моего греха. Вы его любили? Да как же не любить мужа? А дитя тоже жаль? Не знаю уж, как сказать, кого больше жаль. Дитя жаль, да все не так. Все усну. Так забуду о муже, и во сне-то не забуду. И во сне он мне мучит. Молюсь, молюсь Создателю. Господи, успокой, говорю его, от жени от меня грех мой. А только усну, только заведу глаза, а он надо мной стоит. Вот совсем стоит. Чувствую холодный, такой мокрый, весь синий, как известно, утопленник. А потом будто белеет. Лицо опять человеческое становится. Глазами смотрит все на меня. И совсем как живой. Просто вот берет меня за плечи, целует. Феня говорит, моя, мой друг. Сестра Феоктиста остановилась. Долго смотрела молча в одну точку темной стены. И потом, неожиданно, дернув на себе ряску, тревожно проговорила. Кудри его черные вот так по лицу по моему. Ах ты, Господи. Боже мой, когда же эти сны кончатся, когда ты успокоишь его душеньку. И меня, грешницу, не раскаян. Тихо, без всякого движения, сидела на постели монахиня, втремив полные благоговейных слез глаза, на озаренной лампадой распятия. Молча смотрели на нее девушки. Всеночная кончилась. Под окном послышались шаги и голос игумени, возвращавшейся с матерью Манефой. Сестра Феоктистра быстро встала, надела свою шапку с покрывалом и, поцеловав обеих девиц, быстро скользнула в двери игумени Келли. Субтитры подогнал «Симон»